МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим вызвать те террористические силы, которые готовы были производить теракты на территории нашей страны. И вместе с тем вести постоянно дипломатические переговоры для того, чтобы искать политическое урегулирование. Я согласен с тем, что первая часть этой операции выполнена в основном успешно. Надо поблагодарить наших мужественных военных, летчиков и представителей всех родов войск, которые формировали очень эффективную группировку, справившуюся с своим заданием. Впервые мы формировали вдали от родных берегов группировку, которая объединила все родов войск, авиацию, ракетные войска, военно-морские силы, разведку, космические силы, и обеспечили довольно эффективное выполнение своей боевой задачи. Я уверен, что многие летчики, которые прошли там и получили боевой опыт, будут верно служить нашей державе, тем более обстановка в мире продолжает осложняться. Вместе с тем считаю, что Лавров вместе с своей командой довольно успешно вел международные переговоры, и впервые за последнее время удалось соединить усилия нашей дипломатии, американской и некоторых европейских стран. Несмотря на всевозможные санкции, США и Европа поняла, что эффективность наших ударов настолько велика, что может случиться так, только Россия внесет в свой огромный вклад борьбу с террористами. Поэтому решили объединить усилия. Сейчас наступает новый этап. Мы недавно видели удивительные кадры, когда наши офицеры проводят встречи еще вчера враждующих сил, и они в одном зале договариваются о подготовке и новой конституции, и проведении очередных парламентских выборов. Давайте пожелаем им всем удачи на этом благородном, абсолютно правильном пути. Вместе с тем надо ухо сдержать остро и помнить, что пороск должен быть всегда сухим. Потому что по международной обстановке, если смотреть, что творится на братской Украине, каким образом нарушаются Минские соглашения против Донецкой и Луганской республики, если видеть, что творится в современной Турции, я думаю, ситуация не будет упрощаться, а будет усложняться. Тем более она происходит на фоне кризиса, который в нашей стране приобрел огромные масштабы, и его разрушительные последствия будут сказываться с каждым последующим днем. Я считаю, что это решение президента и нашего руководства послужит более плодотворному проведению Иженевских соглашений. С другой стороны, в эти дни исполняется 25 лет со дня проведения всесоюзного референдума, на котором 77% российских граждан подтвердили свое желание жить в едином союзном государстве со всеми братскими народами. Но это решение было перечеркнуто Горбачевым и Ельцинами, и всей этой сворой, предавшей идее октября, советской власти и дружбы народов. В результате наша страна распалась, и все беды, которые мы сегодня испытываем и внутри страны, и за рубежом, они родом из 1991-го предательского года, когда после референдума высшая власть не выполнила установку народа жить в единой стране, а все сделано для того, чтобы перечеркнуть итоги референдума. Надо отдать должное, что жители Крыма первые почувствовали огромную опасность, уже в 1992 году провели свое референдум, создали, по сути дела, республику, и проявили железную волю все эти годы для того, чтобы вернуться в родной порт, в свою родную гавань к берегам российского государства. Мы должны сегодня поблагодарить за мужество народа Крыма, а там многонациональный народ, поблагодарить нашу верховную власть, которая тогда не дрогнула и сделала все для того, чтобы это воссоединение произошло мирно. Хочу напомнить, сейчас идут всевозможные дискуссии, но воинская группировка украинской в Крыму составляла почти 20 тысяч человек. Лишь очень умная дипломатия и довольно эффективная силовая операция позволила сдержать экстремистские силы майдановцев, которые сломали власть в Киеве, и нацистско-бандеровской сворой сегодня правит Киеве, нарушая все мыслимые и немыслимые нормы закона и права человека. Мы в ближайшие дни отметим большим общенациональным митингом, которым примет участие и все народно-патриотическое движение во главе Скомпартии. Этот митинг состоится здесь, в центре Москвы. Я бы очень хотел, чтобы он прошел как митинг единения и сплоченности. Но надо помнить всегда, когда восстанавливали великое союзное государство, ленинско-сталинская модернизация опиралась на главную идею. Нельзя было собрать распавшуюся империю на идеи имперской. Невозможно было соединить народы на идеи национализма. Их можно было объединить только на идеи труда, справедливости и дружбы народов. Это лежало в основе могучего советского государства, который сумел победить фашизм, прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Многое из того, что сегодня работает на каждого из нас, создано в великой советской державе. Каждые 7-8 часов там сдавалось новое предприятие, были освоены все виды науки и знаний. Мы были первые не только в космосе. Мы были прежде всего первые в социальной программе, которая гарантировала бесплатное образование, великолепную науку и все социальные права человеку, который хотел бы достойно и честно трудиться. Сегодня страна корчится в муках кризиса. Я посмотрел новые предложения нашего правительства. Оно собирается отчитываться в Думе 19 апреля. С таким отчетом, если она придет, в Думе им делать нечего. Потому что там по-прежнему бюджет составлен по колониальной кальке. Добываем ресурсы, продаем, обираем граждан, извинчиваем цены. Это позволяет сформировать бюджет всего в 14-15 триллионов рублей. Бюджет развития будет начинаться с 25 триллионов. Наша партия на Орловском экономическом форуме подготовила программу из 10 конкретных пунктов по выводу страны из кризиса. Неделю назад на Совете, Большом Совете всех трудовых коллективов, которые прибыли, начиная от великолепного питерского завода до завода, который производит лучшие самолеты на Дальнем Востоке. Все 700 человек активно поддержали эту программу. Я настаиваю на том, чтобы партия власти села с нами на дискуссию и провела диалог о выводу страны из кризиса. Тем более принят закон, который обязывает ее выйти на такие дебаты. Наша программа пользуется большой популярностью. Эта программа подкреплена еще программой поддержки молодежи. Все это вместе взятое позволит укрепить нашу безопасность и решать те проблемы, которые стоят перед страной. И в том числе и проблему, связанную с мирным решением сирийского конфликта. Мы трижды отправляли туда гуманитарные конвои. Выезжал вот Александр Ющенко, Гаврилов, Сергей сопровождал. Встречались с президентом, со всеми политическими силами. Мы продолжаем активно влиять. А на Ближнем Востоке нет ни одной страны, где бы не работали плотно и заинтересованно наши депутаты. Одновременно мы призываем всех сплотиться в борьбе с защитой Донецкой и Луганской республики. То, что делают нацисты-бандеровцы под руководством Второй Украины на Украине, это провоцирует новый военный конфликт. Сегодня мы отправляем в Донецкую и Луганскую республику 52-й конвой. Кашин Владимир Иванович вместе с нашим штабом сейчас сформировали еще одну колонну, где 120 тонн медикаментов, строительных материалов, семян, которые поедут на Донбасс и будут помогать труженикам восстанавливать этот благородный, благодатный и очень мужественный край. Давайте пожелаем нашим донецким и луганским друзьям мужества и успехов. И прямо заявим, мы никогда их не бросим и не оставим. Ну а власти надо помнить, что защищая интересы на дальних подступах в Сирии, надо помнить постоянно о интересах на территории разрушенного союзного государства и прежде всего наших братских республик России, Украины и Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин